Басан Бадминович родился 15 ноября 1910 года на хуторе Мокрой Льмута, станице Платовской, области войска Донского в семье Бадмей Ивановича и Анты Бадминовных городовиков. Басан Бадминович рос и воспитывался среди комыского донского казачества, которое славилось своими воинскими традициями. После окончания школы в 1927 году в 17 лет поступил в кавалерийскую школу, где прочно и надолго связывал свою судьбу с Красной Армией. За годы довоенной службы, которая проходила в том числе вместе с учебой и высших военных заведений, Басан Бадминович проявил себя как способный и профессиональный командир. Его качества отличались смелостью и решительностью, умением быстро и правильно ориентироваться с любой обстановкой. Он был одним из тех редких командиров, которые не знали ни горечи, ни поражений. Стоит особо отметить, что возглавляемая им стрелковая дивизия, наступая, прогоняя с пределов нашей родины фашистов, самая первая в 1944 году, вышла на государственную границу СССР с восточными русскими. Басана Басановича, расскажите мне, пожалуйста, Басана Бадминовича Городылькова. Какого наше поколение мало знает о нем? Очень трудно, наверное, рассказать. Даже какое-то продолжительное время об отце. Может быть, что-то конкретное интересует. Ну, а так, могу сказать, что мои родители, отец и мать, наверное, как для каждого ребенка, сына или дочери, всегда самые красивые, самые лучшие. Всегда хочется их подражать. И могу сказать, что действительно, поведение, поступки, манера обращения или с друзьями, сослуживаемся ли. Я всегда и до сих пор остаюсь предметом для подражания. Какие-то примеры, может быть, я сейчас сразу не смогу рассказать, но это впитывалось долгие годы, с самого рождения. Поэтому я всегда отношусь внимательно и бережно ко всем военным. Отец мой военный. Я вырос среди военных, военных, традиционных. Я стараюсь также уважительно относиться к женщинам, к которым относился мой отец. Где-то восторжен, где-то с вниманием, с уважением большим. Друзья, это было поколение победителей. Те, которые прошли войну, теряли друзей, тем не менее выстояли, победили. Этих людей не было больше критериев. Самым важным критерием для них было чувство товарищества. Справедливости и долг, вероятно, я так думаю, они считали, своим долгом считали, сделать для друга все. Для своего товарища, однополчанина, для того, кто воевал. Даже вот после войны, когда отец уже здесь помыть и работал, очень многие военные, участники Великой Отечественной войны, они стали директорами заводов, институтов, секторами, комов. Очень много было военных и среди министров российского и советского значения, союзного значения. И отец к ним приходил запросто, и они его воспринимали, как СВО боевого товарища. Им было проще общаться. Они всегда находили общих знакомых, с кем воевали, с кем служили, с кем учились. И эти вот бывшие военные помогали отцу, помогали их аллогике. Не потому, что, как вот сейчас, откаты, какие-то подарки, потому, что пришел их добывой товарищ, попросил что-то сделать. И они считали себя обязанным, своим долгом считали сделать то, что их попросил добывой товарищей. Было немножко другой. Басан Бадминович продолжил службу в войсках. Но затем в карьере Басана Бадминовича произошли перемены. И в 1961 году руководство страны направило его на руководящую партийную работу в Калмыске. Начало его работы на этой должности пришелся на очень сложный период. У республики, которая была упразднена в 1943 году и восстановлена через 13 лет, было множество проблем и последствий опустошительной войны. Со всей остротой встали проблемы размещения и трудоустройства калмыцкого народа, который был безвинно депортирован. Восстанавливались довоенные промышленные предпринятия. С моей точки зрения, отец делал сил, чтобы после разрухи, вызванной ссылкой калмыковой, после Великой Отечественной войны, которая прошлась по нашим себя. Он действительно хотел поднять калмыки, дать людям возможность жить нормально, растить детей, учить их, заниматься хозяйством, то есть тем, чем занимались калмыки всю жизнь. Надо сказать, что отцу этого удалось во многом. Сыграл, конечно, и его авторитет и среди калмыков, и среди руководства страны. Одной из самых главных задач перед руководителем республики Басаном Бадминовичем городовиком стоял вопрос скорейшего решения по образовательным учреждениям. Параллельно проходило и строительство новых школ общеобразовательного уровня. Большое внимание уделялось и подготовке кадров, которые должны были быть на высоком уровне. А в 1970-м был открыт Калмыцкий государственный университет. То, что пришлось мне узнать, действительно является гордостью нашей республики. Ведь высшее учебное заведение Калмыки выпускало и выпускает до сих пор высококлассных специалистов. И это прекрасно понимал Басан Бадминович, который смотрел в будущее. А в то время необходимо было подготавливать специалистов по разным профилям. И на мой взгляд, если бы не было создано всех этих направлений и подготовленных учреждения науки и образования кадров, которые должны были помочь республике, тогда бы не было успехов во всех отраслях, животноводствах и растеневодствах, до формирования целого ряда сотрудников, которые, приходя и работая в различных сферах, отдавали все знания на благо процветания Калмыкии. Я очень рад, что мой сын решил перебраться в Калмыкию и начать здесь работать. У него тоже есть опыт производственный. Он окончил, помимо военного училища и академии управления предпрезидентом России, он, по крайней мере, считает, что он может пригодиться и в Калмыкии и готов внести свой вклад. Я очень рад к тому, что таких людей становится все больше. Не совсем. Правильно, потому что детство считало, что основное дело, которое он сделал в этой жизни, он сделал как гражданский человек. и он, будучи на должности первого святарева, только по большим праздникам, праздникам связанных с победой революции, победой Великой Отечественной войны, какие-то государственные праздники, он одевал форму. Во всех остальных случаях он ходил исключительно в гражданское и как подавая статусу, как руководитель республики на тот период, он себя считал гражданским. И основное дело, которое я сделал в этой жизни, он говорил, я сделал как гражданский человек. Существует очень интересный факт. Его дивизия в 1944 году первая вышла на границу тогда еще Советского Союза в Восточной Броссии. То он умер 17 августа 1983 года. день в день. То есть это такая ключевая дата и может быть даже роковой. Существ уже после его смерти моя мама сталкивалась с теми или незнакомыми и когда они узнавали, что мой дед ее съехал был первым в Северном коме, был выходить первым лицом республики, говорили о том, что мы являемся обладателями каких-то наследий, которые оставил дед, именно материальных. Это квартиры, машины, дачи, то, что было принято в Советском Союзе как неотливный атрибут людей той партийной системы. На самом деле дед не оставил так. Он был настолько честен и требователь к себе, что он считал невозможным обладать какими-то вещами, что не может себе позволить простой советский человек. И уже будучи на пенсии в начале 80-х до смерти, он купил себе запорожец. Почему? Потому что запорожец на тот период мог позволить себе в принципе любой. Волгу, что ли, Жигули, это уже относилось к другому классу людей, которые зарабатывают. Но запорожец это была единственная его такая достаточно серьезная покупка, которой он очень гордился. Он ездил на этом запорожеце и по району. Он был до конца честен. И прежде всего честен перед собой. перед домом Башану Бабулича городу. Расскажите какие у вас воспоминания? Непосредственно воспоминания связанные именно с этим домом. Ну с этим домом. Как вы проводили время? Достаточно давно, в 76-77 наверное году меня впервые привезли в Калмыкию знакомиться с дедом. И мой дед как раз жив в этом доме. И здесь произошло наша первая встреча. Вот такие отрывочные детские воспоминания. Я помню квартиру, на стенах висели портреты, в углу стояли сабли на отдельной подставке. И когда я был маленький, мы ходили на эту аллею гулять. И также вспоминаю все места. Деревья, как все говорят, когда-то были большие. На тот период они были достаточно маленькие. Потому что с этой точки можно было очень хорошо разглядеть здание, стоящее на той стороне. Касаемо непосредственно моего деда, понимаешь, никогда дома не обсуждалось его звание, его чины, его должность. Для меня и все мое детство, и все то детство, которое я его знал, он оставался просто дедом. да, он до меня был большой, был такой огромный, мне казалось, важный, солидный, но никогда не подчеркивалось, что вот он такой политический деятель, герой Советского Союза. Он был простым, обычным человеком, но с каким-то большим внутренним чувством гордости, самоуважения, самодостаточным. Небольшое огромное вам спасибо, что уделили немножко времени, рассказали кусочек своего детства, и нас посвятили такой очень хороший рассказ. Большое вам спасибо. Пожалуйста, попрощайтесь. Наверное, не совсем правильно говорить, что Басан Бадминович городовиков руководил республикой, просто он по-хозяйски с любовью относился к земле и от отеческих людей. Никуда бы я ни пошла, где бы я ни была, в городе или в республике, везде я вижу все то, что когда-то сделал Басан Бадминович городовиков, а вместе с ним под его руководством жители нашей родной Калмыкии. Его любовь к Калмыкии, к народу, все его воинские подвиги и стремления для меня и всех нас подрастающего поколения, пример, по которому необходимо равняться и также любить свою родную Калмыкию, любить землю, на которой мы родили и делать все, чтобы солнечная Калмыкия прочитал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok